Когда переговоры вести не надо. Не подготовлен. Первая совершенно четкая вещь. Не подготовлен, не веди. Потому что отсутствие подготовки, как правило, ведет. Не буду говорить всегда к проигрышу, но то, что ты теряешь определенного рода возможности, это 100%. Потому что практика показывает, что подготовленный всегда выигрывает против неподготовленного. Даже небольшая подготовка усиливает ваши шансы на победу. Или не поменяешь никак свое положение. Ну и мы сейчас не будем говорить, когда тебе грозит ухудшение. Мы сейчас говорим, что вот ты останешься в статус-кво. Нет смысла, потому что это другая... Ты тратишь силы, любые переговоры имеют свой бюджет. Усилий, денег, времени и тому подобное. Если ты тратишь усилия, а никак не меняешь, нет никакого смысла. Не меняется положение. Или уж. Или ухудшается. Совершенно верно. Если ты однозначно теряешь. Да. Не, на самом деле очень многие люди даже в этой ситуации очень хорошо договариваются. Они говорят, я сейчас сниму ботинки, если ничего не найдете, вы меня отпустите быстро. И уже этим задают определенную рамку. При которой другая сторона, если она не совсем готова к такому раскладу, то она соглашается, потому что она попадает в определенного рода сценарий. Я не задала. Как я могу узнать, что мое положение не изменится, если я не начал? Естественно. Естественно, что вопрос подготовки, о чем мы говорили, имеет очень большое значение. Потому что вы вначале собираете определенного рода информацию о ситуации другой стороны, о ситуации своей стороны и так далее. И, конечно, нету такой гарантии, потому что любые переговоры, как любого рода взаимодействия, они несут элемент риска. Всегда. Хайтус по латуру никто не отменял. Для того, чтобы поддерживать свое жизнеобеспечение, любое живое существо должно двигаться, если там уже будем говорить по-простому. То есть необходимы усилия. Вопрос лишь том, какие усилия нужны. Потому что некоторые люди ужасно трудолюбивы, но они почему-то двигаются очень быстро, быстрее двигаются к могиле. Ну, могиле... Не в ту сторону. Не в ту сторону, совершенно верно. Они делают вещи правильно, но неправильные вещи. Но они процессы мусорные, они цели. Многие люди, просто настолько в процессе убегаются, что людей, конечно... Ну, естественно, клетки рака, например, они ужасно трудолюбивы. Ужасно. Они очень быстро захватывают территорию, выполняют такую свою патологическую функцию. Ну, вопрос в том, что они убивают того, на чем паразитируют. Потому мы должны четко понимать, что у нас нет никаких гарантий. Естественно, подготовка к переговорам дает определенного рода основу для того, чтобы оценить риски. Это естественно. Но, с другой стороны, уже подготовка дает возможность, тоже веер возможности. А есть ли смысл договариваться или делать что-то другое? Например, создавать ситуацию, при которой переговоры уже и не нужны. Потому что хорошие, грамотные продавцы часто создают ситуацию, при которой не они обращаются к покупателю, а покупатель уже к ним обращается. И совсем другой получается расклад. Они работают через косвенно. Поэтому вопрос в том, как оценить. С вашим опытом это происходит легче и легче. Но тут тоже есть свои ловушки. Давайте я вам предложу следующую ситуацию. Это... Кстати, вот эта вот ситуация, она категорически противопоказана, когда такая ситуация... Могу потерять все. Очень многие люди из безысходности пытаются втянуться в переговоры, часто неподготовленные, там, где они могут потерять все. Они ставят все на кон, знаете, как азартные игроки. А-а-а! И давай. И эта ситуация для переговоров... Не для переговоров, для чего-то другого, для другого рода взаимодействия. Ну, точно не для переговоров. Следующая ситуация, сюда же, это ситуация мне все равно. Мне все равно, это не меняется никак положение. Здесь вы ухудшаете свое положение. Следующая. Когда у вас больше времени? Когда у вас больше времени, может, нет смысла начинать переговоры, даже в них не втягиваться. Когда вы в нормальном положении, время работает на вас. Другая сторона, другую сторону начинает поддавливать время, у нее лимиты времени. Только ваше великодушие работает на то, что вы садитесь за стол переговоров. Потому что правило переговора говорит, у кого ресурс более ограничен, особенно в категории времени, тот в более уязвимом положении. Потому что ему надо, надо, надо. И очень много сделок, даже больших сделок делается на ограниченном ресурсе времени. Одной стороне нужно очень, и она начинает уступать только, чтобы получить эту сделку. Только чтобы. В этом смысле время работает, когда время работает на вас, нет смысла никакого переговориться. Гораздо лучше уходить и лавировать от переговоров до тех пор, пока с другой стороны не станет вот так вот уже. Можно сказать, что если вот так, то это время, то это время, то это время? Если у нас худо со временем, очень часто мы не можем этого избежать. Потому что когда у нас худо со временем, мы должны либо себе, ну где-то искать возможность люфта по времени. Ну как бы она себе. Часто случается такая ситуация, смотрите, когда такая ситуация случается, когда мы оттягиваем переговоры. И часто не совсем из-за материальных прагматических причин, а из-за психологических причин. Потому что как минимум есть три риска, таких, которые психологические риски, которые люди разделяют. Например, часть людей боится переговариваться. Они не готовы, они считают, что их можно легко объегорить, потому, ну там, или они добрые. По-разному, у каждого там свое преломление. Но они считают, что не надо переговорить. И они оттягивают, оттягивают, оттягивают эти сложные переговоры, когда они становятся вот так вот, и им приходится ложить на кон очень много. То, о чем вы говорите, это вот. Они оттягивают, оттягивают, такая прокастинация происходит. И в конце концов они оказываются, что надо уже переговориться, а они в очень невыгодном положении. Потому, естественно, что вопрос в том, что когда вы только почувствовали актуальную потребность, есть уже смысл наладить контакт, чтобы начать переговорный процесс. Потому что это ни к чему не обязывает. Вы запрашиваете контакт с другой стороны, а дальше уже манипулируете со временем. Следующее. Меня выгодно покупают. Когда вы в дефиците, переговориться нет никакого смысла. Вы выставляете условия. Работает правило номер 4. То, что я говорил, помните, 3 плюс 1. Так вот 1 это четвертое. Четвертое правило звучит просто и недвусмысленно. Со слабым не договариваться. Слабому диктуют условия. Если у тебя нет ресурса, будь готов просто подчиниться условию. Или попытайся съехать. Как правило, если тебя уже выставляют перед определенными условностями, тебе уже съехать некуда. Уже создалась ситуация, при которой ты попадаешь в определенную родозависимость. Но у нас есть 3 других правила, которые усиливают наше положение. И мы о них еще поговорим. Здесь в такой ситуации вы что? Если вы в дефиците, чем больше вы в дефиците, есть закон спроса предложения, просто есть смысл даже повышать цену. Ну то есть или усиливать условия, или просто диктовать свои условия, которые есть. И очень многие компании, люди, эксперты и так далее, они диктуют свои условия. Потому что они в дефиците, они обладают либо уникальными характеристиками, либо уникальными навыками. Но для этого нужно создать дефицит. А как говорит нам RISE и TRAUT, вы можете быть либо как там четко сдифференцированными, то есть вы можете быть только в этой вот нише один, либо вы можете быть новым, но не можете быть очень долго. Потому что вы новым можете быть некоторое время. После этого ваша инновация копируется и будь здоров. Уже другие зарабатывают на этом, учтя ваши ошибки. Потому вы либо дифференцируетесь четко, садитесь в определенную нишу и там говорите, что я в этом уникален. Если вы действительно так, либо вы создаете под себя подобного рода ситуацию. Эта ситуация, это когда вы не готовы и не умеете просчитывать. Когда вы либо новичок, либо считаете себя хитрым, но не способны. Со мной играют непонятные игры. Но тут работает тоже интересная штука, интересное правило. Я об этом правиле буду говорить, когда буду говорить о трех моделях переговоров. Особенно про переговоры с силовыми диспозициями. И это правило заключается в том, что переговоры становятся жесткими настолько, насколько вы к ним не готовы. Это правило. Вы соскальзываете в модель жестких переговоров, то есть силового противостояния, только если вы вообще не готовились. Если вы готовы, имеете подготовку, включается правило номер один. А правило номер один успешных переговоров звучит очень просто и совершенно доступно. В переговорах выигрывает тот, кто лучше подготовлен, имеет больше заготовок и быстрее переключается. То есть может быстро ту информацию, которая получена прямо сейчас, вписывать в контекст переговоров и ею оперировать. То есть быстрее переключается. Подготовлен – играешь ты. Не подготовлены – играют тебя. И, наверное, вот еще одна ситуация, которую есть смысл упомнить. Это про грязные сделки. Когда вам предлагают условия, которые нарушают какие-то морально-этические принципы. Каждый решает здесь, конечно, за себя. Но совершенно четко репутационные риски на сегодняшний день сейчас очень сильно приобрели свою вес и ценность. Если вы участвуете в грязных играх, нужно четко понимать, в наш век фиксирования информации, более того, когда информация остается очень долго на материальных носителях, раньше такого не было. Люди с этим не сталкивались. Молва – это одно дело. Там могут и преувеличить, и все такое. Но когда тебе показывают фото, когда тебе показывают документ, под которым стоит твоя подпись, и он не сфальсифицирован. Когда тебе демонстрируют или предъявляют аудиозапись разговора, репутационные риски сильно возрастают как фактор. Потому грязная сделка – это, как правило, то, что имеет свой отклик или свою отдачу во временном люфте. Потому что люди очень часто, особенно грамотные переговорщики, особенно если вы двигаетесь по лестнице больших сделок, то есть от меньших к большим, они придерживают такую информацию, когда наступает момент, когда они могут ее озвучить. Поэтому сфальсифицировать можно и очернить можно кого угодно, но лучше не давать реального повода или реального основания для подобного рода инсинуации. Конечно, мифотворчество работает очень прекрасно, и это для вас, наверное, не секрет. Вы сами в этом участвовали и участвуете. Но, тем не менее, задача заключается в том, чтобы не давать дополнительных оснований для того, чтобы повышать подобного рода риски. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!